Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Весть Карачаева, Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты бригады скорой помощи. Об их ежедневных подвигах в нашем специальном репортаже. Пушкинская карта. Что это такое и какие возможности она дает своему обладателю? В картинной галереи Черкеска состоялась пресс-конференция, посвященная этой теме. Деятели сферы культуры, сотрудники отделов администрации муниципалитета, представители депутатского корпуса. В нашу республику прибыла делегация из Дагестана. Сегодня в Министерстве внутренних дел России отмечается профессиональный праздник – День подразделений по вопросам миграции. Выбирая дату, руководство МВД опиралось на историческое событие, связанное с эпохой Петра I, фактически начавшего вводить порядок регистрации и учета въезжающих на территорию государства иностранцев. Событие это представляет собой именной указ царя о явке иноземцам, приезжающих в Санкт-Петербург, для записки в канцелярию политсмейстерских дел. Этот исторический документ увидел свет 11 сентября 2019 года. Фактически он означал, что контроль за въездом иностранцев в страну и их учет возлагается на полицейские органы. Сегодня органы миграционной службы прошли свой исторический путь развития на разных этапах, которые перетерпели организационные преобразования, не изменяя своему основному предназначению – реализации политики государства в области миграции. За 300-летнюю историю совершенствовались методы деятельности службы. Накапливался бесценный опыт, позволяющий своевременно реагировать на все изменения в миграционной политике. Сегодня Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Минувший год стал большим испытанием для этой службы. Только по Черкесску за 2020 год в скорую медицинскую помощь поступило около 119 тысяч звонков. О полении медицины катастрофа – 1311 вызовов. Специалисты бригады скорой помощи – это опытные врачи, фельдшеры и водители, на счету у которых тысячу спасенных жизней. О буднях людей, которые каждый день совершают подвиги – специальный репортаж Алла Динаевой. Внимательно и спокойно диспетчеры принимают звонки от людей, которым понадобилась срочная медицинская помощь. Это мозг Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи. Современная система позволяет автоматизировать прием звонков. На этапе общения диспетчер видит всю имеющуюся информацию о пациенте. Обращался ли он ранее и с какими болячками? На основании этих данных и формируется специализированная бригада, которая нужна будь то кардиологическая или реанимационная, а затем диспетчер передает вызов на планшет нужным специалистам. Все отработано четко и быстро, медицинский работник спешит на помощь. Большая ответственность лежит на сотрудниках бригады, ведь чаще всего они не знают, с чем столкнуться, и нужно правильно оказать помощь и принять ответственное решение. Важно здесь, конечно, и время вызова, и выезда скорой помощи, и сколько времени требуется. Все данные автоматически фиксируются и сохраняются в базе. Во сколько приняли звонок, во сколько его обработали, во сколько отправили. Эти данные, это как константа, она не меняется. У фельдшера Людмилы Васильевой только одна запись в трудовой книжке. И 40 лет она работает в скорой медицинской помощи. Случайных людей вообще в скорой помощи нет. Сосредоточиться, реагировать адекватно на чужую боль, не расслабляться при этом. Мы не бесчувственные все, находящиеся здесь, но мы прежде всего должны помочь. Анзор Охтов руководит этим учреждением 7 лет и с особой гордостью говорит про свой коллектив. Очень хороший коллектив. Он у нас и трудолюбивый, он и порядочный. У нас очень хорошая молодежь, которая приходит сюда как на праздник. Они постоянно вместе, они постоянно обсуждают какие-то вопросы. Мы все время стараемся все это делать сообща. Но это большая семья. Сложным экзаменом для всех нас, а в первую очередь для врачей, стала пандемия. Самоотверженно спасали жизни других, рискуя своей, сотрудники службы скорой медицинской помощи республики. Ведь они всегда на передовой. Здесь у нас располагается грязная зона по возвращению бригад с вызовов к пациентам с ковид. Бригада возвращается сюда. Здесь проходит полную дезинфекцию и фельдшер, и водитель скорой помощи, врач, если это врачебная бригада. В последующем через проход они проходят в чистую зону, оттуда выходят уже, возвращаются на базу станции скорой помощи. Да, с той стороны выходят и возвращаются на базу. В дальнюю командировку собирается сейчас эта реанимационная бригада. Но сначала они направятся в детскую многопрофильную больницу в Черкесске, чтобы забрать маленького пациента, которому всего 4 месяца. А затем их задача – доставить его с мамой в Алмазовский центр Санкт-Петербурга. До конца, пока не сдадим ребенка, все равно, если честно, волнение есть. Тяжело на дальние рейсы, очень тяжело ехать. Какой бы ребенок не был стабильный. Что самое главное в вашей профессии, качество? Какое на ваш взгляд? Выносливость. Просто выносливость. А успех работы, а точнее спасенные жизни – это профессионализм и сплоченность всей команды реанимационной бригады. Она зависит не от меня одного, она зависит от меня всего лишь на 20%. Атеиды зависят на 30%, 50% – это наши два водителя, потому что качество вождения и скорость, и именно стиль вождения – от этого очень многое зависит. И вчера, и сегодня, и завтра, и прямо сейчас врачи скорой помощи по всей планете спасают жизни людей. И день работников скорой медицинской помощи для них не исключение. Крепкого здоровья не только сотрудникам скорой медицинской помощи. Всем жителям нашей республики пожелать как можно меньше вызовов, как можно меньше больных, а нашим сотрудникам терпения в их нелегком труде. По поручению главы республики издан дополнительный тираж книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии». Всего в сборнике 59 народных сказок, дающих достаточно полное представление об особенностях культуры, быта народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Национальные сказки имеют многовековую историю, представляют собой духовную сокровищницу любого народа. Кладезь народной мудрости отражает его ментальность и определенную психологию. Глубокий смысл этих произведений оттачивался веками. Через устное предание из поколения в поколение передавались богатые культура, фольклор, верования и традиции разных народов. Важно сохранить это богатство, ведь оно способствует расширению границ нравственного, духовного, патриотического, эстетического и умственного развития. Книга «Сказки народов Карачаева-Черкесии» станет хорошим другом и проводником волшебный мир сказок. А сейчас погода на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok С 1 сентября заработал уникальный проект Министерства культуры России «Пушкинская карта». Что позволит молодежи от 14 до 22 лет приобрести билеты в театры и музеи, а также посещать концертные залы и библиотеки. В картиной галереи Черкеска состоялась пресс-конференция, посвященная этой теме. Было отмечено, что средства в размере 3000 рублей поступят на банковскую карту и их нужно потратить до конца этого года. Приобрести билеты можно и в приложении, на сайте или в кассе музея. В следующем году правительство России планирует увеличить эту сумму до 5000 рублей. Билеты будут именные, поэтому передавать их кому-либо не получится. Пушкинская карта подразумевает, что на деньги, которые на ней находятся, можно купить билеты на мероприятия, которые прошли особый отбор. Которые мы, как государственное учреждение, как Министерство культуры, знаем точно, что это мероприятие даст ребенку доброе, светлое, ценное. 2050 человек уже оформили карту для первой недели, когда мы только начинаем эту работу информационную. Это серьезные цифры, видно, что есть интерес у молодежи. В систему, в портал заведено сегодня 16 мероприятий. То есть ребята могут уже на этой неделе покупать билеты на выставки, на спектакли и на концерты, которые проходят в Черкесске. Пушкинская карта – это виртуальная карта, но с 1 октября 2021 года вы можете открыть карту на физическом носителе в любом отделении Почтобанка. В карту вам нужно иметь подтвержденную учетную запись, и можно в мобильном приложении сайта Госуслуги Культура, либо в мобильном приложении Почтобанка. Средства на Пушкинской карте можно использовать строго только для покупки билетов, которые присутствуют на сайте Почтобанка, либо на сайте Афиши. С ответным визитом в Карачаево-Черкесию прибыла делегация Казбековского района Республики Дагестан. В составе группы деятелей сферы культуры, сотрудники отделов администрации муниципалитета, представители депутатского корпуса и лично глава муниципального района Гаджимурат Мусаев. О целях визита столь представительной депутации и о достигнутых уже договоренностях в материале Ахмата Халкечева. Гостей из Братской республики по горской традиции встретили под звуки национальной гармоники из Чаша и Ирана. Еще в мае этого года в ходе подобного визита делегации Карачаевского городского округа в Дагестан между муниципалитетами двух регионов были достигнуты договоренности о культурном и экономическом сотрудничестве. Мы рады встретить наших дорогих братьев. Мы были у них, они встречали нас очень хорошо. Мы тоже попробуем не опозориться, покажем им наше место, наши красоты. И даст Аллах, они уедут довольны, как мы от них уехали тоже довольны. Наша задача наращивать дружеские и братские отношения в разных сферах деятельности, в том числе развитие туризма, культуры, традиций народу Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской республики. Вместе со мной приехала большая делегация. Думаю, что программа будет очень насыщенной. До официальной части состоялась обзорная экскурсия по музею-памятнику защитникам перевалов Кавказа. Ну а затем участники встречи переместились в здание администрации Карачаевского городского округа для более детального обсуждения вопросов сотрудничества в области развития туризма. В свою очередь глава Казбековского района и по совместительству рукователь дагестанской делегации Гажимур Адмусаев отметил огромный потенциал наших курортов и в направлении бальнеологии. Меня связывают близкие отношения с Карачаево-Черкесской республикой. Я Альберт Асхатовичу тоже рассказывал. Раньше тоже говорил, что в молодом возрасте моя мать заболела туберкулезом. Потом она исцелилась здесь, в городе Тиберда, в курорте. На второй день пребывания делегации гостям предложили Ваучио оценить развитие туристической инфраструктуры курорта Дамбай. Ведь одна из главных задач визита – обмен опытом в направлении развития именно горного туризма. Карачаево-Черкесская республика, туризм – это с тех времен, скажем, да, советских времен, это одна из республик, которая принимала большое количество туристов. Конечно, здесь все очень развито, и мы тоже будем развиваться, развиваемся уже, инфраструктуру будем, звать дороги, все очень хорошо, красиво. У меня просто слов нет, вот красота неописуемая. Я думаю, что каждый человек один раз должен здесь побывать. О неискушенных ранее подобным великолепием участников делегаций, помимо незимных пейзажей Дамбая, поразило и то, как гармонично здесь соответствуют две абсолютные противоположности. Вершина – под толщей вечных снегов и льда, основания которых одеты в ярко-зеленые платья. Воздух вообще шикарный. Чистый воздух. Да, чувствовалось аж прохлада от этих летников, веяло прохладой. Почувствовали немножечко зиму, кусочек зимы почувствовали, замерзли у нас руки, носик. Носик. Очень интересно было. Все участники встречи сошлись во мнении, что налаживание дружественных связей между двумя регионами, помимо импульса экономическому развитию, послужит еще и важным вкладом в укрепление мира на Кавказе. Ахмат Халкевичев, Расул Бердеев, Вести Крачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова